Слышите какофонию любви, ребята. Что-то это, что, запотело что ли или что? Что-то хокус не наводится. Слышите, а то я вам все это говорю, так это на словах только, как курочки поют. Ну сейчас они уже перестали, а так, поскольку я покормил вкусными вещами. Слышите? Потому что когда они голодные, они все по-другому себя ведут. А тут они просто довольны, так, тащите, поют. Петро. Молодняк, прикольно, да? В октябре, в ноябре вывелись. Помните, что 4 или 5 у меня котик было? Ну, каждый так десяток, это 14. Видите, подкинул десяток, это яхи довольно рано, так грубо, так. Вот это одна скотчек. Черная. Две кучки сидят сейчас, две плотно сидят. Заколебали, я взнашиваю, 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 гнездо. Не поют, не поют, мои красавицы. Эти белые, они всем зачуханее. Это легкорнс, видите, у них гребешок на сторону. Тут они мне не очень нравятся. Ну, не сушки они капитально, они маленькие, тело у них маленькое, такая масса маленькая. И, ну, ну, прожопливаю чуть-чуть. Но зато яйца с сандалек, блин, как машины. Их специально для этого вывели, в принципе. Они больше трехсот яиц в год, по-моему, несут. Ага. Петушок, смотри, молодой там появился, беленький. Вот сейчас вынырнет, видите, вот. Ну, подрастает, подрастает. Так что хорошо, и мясо есть всегда, и курки есть. И каких я хочу развести побольше. Одна на улице осталась, перед, это зимой, ничего. Хоть бы хли. Ага. Эй, эй! Петухов дофига, пацаны. Приезжайте, будем колбасить петухов и это самое. И кушать их будем. Ну, что, блин, как бройлерный ходит. Я такую породу вообще развожу, но этот, что-то, блин, вообще не нравится, мой парень. Ну, блин, не очкует, зато не боится главного петуха старого. Ага. Все. Посмотрели всех. Давайте собираем яйки быстро. И пойдем книжки читать. Ах, да. Что я еще забыл вам сказать, ребята. У меня же были бантамчики, пару штук, петушков. Они топтали курочек, да. И как-то было так тяжело это все, это разобраться, да, где что. И, короче, эти яйца попали под кочку. И кочки вывели цыплят. И, короче, получаются некоторые курочки, по-моему, полубантамские такие курочки. Знаете, не очень крупные. И яйца несут тоже не очень крупные. И поэтому, ну, в свете этих всех событий, я хочу сделать официальное заявление. Если все-таки когда-нибудь это... Молчать, блин, я говорю! Когда, если нацизм и национализм, это самое, победят над разумом, и это самое, парни в василетцах, это заставит весь мир ходить в вышиванках и переучивать мову и то-се, то это меня запишите, пожалуйста, как Мичуриненко, окей? Вова Мичуриненко. Ну, потому что это в суровых канадских степях вывел, значит, это полубантамчиков. Вот так вот как-то. Пацаны, конечно, у нас проблем еще очень много. Еще одна такая есть серьезная проблема. Меня могут посадить за то, что я издеваюсь над канадскими военными. Почему? Потому что канадский прапорщик, это самое, как-то плохо висит. Ну, хотел повеситься и это самое. Так, пойдемте, покажу вам, друзьям, значит, друзей и секретов нету. Покажу я вам, что. Да нет, не сортир. Чего вы прямо сортира не видели? Сортированный в Африке сортир. Я вам покажу, пацаны, запасы дров. Смотрите, полно было, полно. Вот четыре вот таких шеренги стояли, как в рядок. Все, блин, на каждом утреннем построении. А потом эти долбаные морозы, херак. Первая шеренга, вторая шеренга, капец. Прямо в ноябре, там, в декабре, и теперь, вот видите, январь-то. Ой-ой-ой, и одна шеренга осталась. Ну, дрова, конечно, такие туфтовенькие, видите, гнилушки, полугнилушки. Ну, ничего, горят. И чем больше вот термиты там дырок наделали, тем лучше тяга. Тем они горят на ура. А на ночь я вот такие круглые черочки так это возьму, так закину несколько штук. И там на три-четыре часа хватает. Потом близко меня разбудит, я пойду опять закину. Почему они здесь шерохуются с таким удовольствием? А тут это, ну, белки бывают иногда прячутся. Ну, ага. Вот такая симпровизированная, видите, эта крыша. Ну, всякую фигню собрал, накидал, и это. Ну, ничего, такая оправдала себя хорошо. Теперь, может, можно что-то более серьезное построить. Ну, вообще, другую, конечно, дровник полный дровами. Ну, как-то, знаете, всегда хочется, чтобы запас был. Ну, вот такие вот запасы дров, значит. Набираем сумочку и побежали домой. Закончил читать книгу я, ребята. Ну, книга своеобразная и потрясающая. Конечно, порегментовать никому не могу, кроме, может, жителей Германии, которые читают уже книги на немецком. Книга вполне заслуживает того, чтобы ее прочитать. Ну, потрясающе написано. Потрясающе. В том плане, я не знаю, кому бы она была интересна, допустим, ни в коем случае, наверное, не канадцам, там, и даже, может, не русским. Описывается жизнь одной деревушки в ГДР. Ну, и на примере этой деревушки, можно сказать, вся германская демократическая республика. Ужасно то, что описывается это после 2010 года. Напоминает мне эти эпизоды, когда некоторые товарищи обвиняют меня в том, что я совок, или у вас совок с собой, ты бы приехал к нам, ты бы посмотрел, как у нас все изменилось. Я с ними там воюю, как Дон Кихот, типа, знаете, тоже плюю что-то в ответ, что я был у вас, и я все видел, да, построил там новые магазины, и, ну, купили иностранных тачек, но, в принципе, люди ведь не изменились, да, и даже хуже стали. Ну, и то же самое в ГДР, знаете, в бывшей ГДР. Я не знаю, почему я так называю ее, но для меня она всегда осталась ГДР, и эта книга еще раз подчеркивает. Это ужасно, ужасно, что сотворило это. Ну, нельзя сказать, что это большевики, там, или коммунисты, или советские люди, а просто, видимо, сама система, знаете. Это рак, это болезни, и от этой болезни эти люди не излечились. И представляете, какой у них огромный плюс был, да, что рядом находилась Федеративная Республика Германия, где этого заболевания не было. Чем мы все, уставились этим рогом в эту книгу, давайте на красивый пейзаж. Ну, и, тем не менее, я считаю, они не потянули, они не вытянули, потому что, как я уже неоднократно уверял, эта болезнь неизлечима. Неизлечима. Я не знаю, земляки в Германии, у вас все до сих пор есть? Это Solidarität zu schlag, или как там, für den Wiederaufbau auf Deutschland. Когда я там жил и работал в Германии, приходилось платить налог определенный, чтобы опять отстроить, или как Wiederaufbau, это что там, ну, воссоздание, типа, да. То, что мы, самые четкие пацаны в мире, успели сделать буквально каких-то 40 лет. Представляете, какой ужас? 40 лет. Два поколения. И угробить жизнь людям навсегда. Напрочно, навечно. Понимаете, в этой книге так ужасно описывается, что произошло с людскими... Не судьбами, душами, душами. А, давайте не будем о грустном, ребята. Все у вас хорошо, и паровоз вперед летит, и все будет прекрасно. Так, еще читаем всякие брехаловки местные. То, что меня привлекает, или что мне интересно, я откладываю, чтобы потом посмотреть. Знаете, чтобы мне не сразу начинать там кричать, о, смотрите, что я знаю. Допустим, когда у тебя слабый такой доход, меньше 10 тысяч в год, по-моему, тогда тебе государство выплачивает определенную сумму. Каждый квартал, каждые три месяца тебе там на счет просто приходит. Хочешь ты, не хочешь, просишь, не просишь. 150 баксов там или больше даже. Это, как эти, налоги. Налоги, знаете, у нас же, ну, когда покупаешь продукты, допустим, там, в какой провинции? 10, в какой 11, в какой 17 процентов, да? И вот эти деньги тебе возвращает. Типа, ты такой бедный, а ты же платила, вот тебе на, назад, браток. Ну, и еще интересно мне было, знаете, я вот об этом никогда так, это самое я знаю, что есть пенсия по старости, да? Она, ну, как называется там, ой, забыл так, хотел быстро сказать. Ну, короче, это самое, по старости. Old Age Income, по-моему, так, да. O-A-I, ага. И если, ну, допустим, у тебя пенсии нет настоящей, ты много не работал, да? И тогда, чтобы ты не был сам бедным, не пойдешь же побираться, правильно, в мусор, как рыться? Тогда еще есть Garantied Income Supplement. Ага, интересно, правда? Ну, и вот это меня заинтересовало. Я хочу, посмотрите, больше проинформироваться об этом. Не то, что я хочу этим злоупотреблять, теперь его употреблять. Просто мне интересно, как эта система действует. Ну, я считаю, что это здорово, да, что людям не дают быть за чертой бедности. То есть это не welfare какой-то, не какой-то чек там, а просто это. Ну, ну, ну. Потом также меня очень умилило вот такое вот объявление в нашей газетке. La Ronche, это от нас совсем недалеко, знаете, где я избушки вывозил, откуда. Только я ехал там, это, по той трассе на юг, 60 километров. А если бы я поднялся наверх, 40 километров, то был бы городок La Ronche. И там продают, ну, как продают с аукциона, типа, да. Видимо, налоги они не платили или что. Кейти Сконор. Кейти Сконор. А где я это видел? А, вот, Кейти Сконор, да. Мне ребята часто там это, ну, как-то тоже там это пытаются что-то меня уколоть, там, то-се, там, скучаешь, ностальгия. Ребята, я уже до того так давно уехал оттуда, что никакой ностальгии, конечно, у меня там по газете правда там это, и сортирам уличным нету. Вот эта статейка у меня вызвала настоящую ностальгию. Потому что я там бывал на севере, знаете, однажды я поехал туда, мы всей семьей поехали на мини-вене, и купили там эту Toyota Tundra старого образца. Ну, хорошие люди такие там были, то-се. И потом, когда мы назад ехали, мы заехали в этот Кейти Сконор, я хорошо помню. Он такой, знаете, как лог, кабин большой, такое здание такое, и заправка у них была. И вот мы зашли, заправляемся, значит, ну, этот мини-вен заправили, ну, это на 9 пассажиров такой серьезный автомобиль, да, с большим баком. И потом этот пикап заправили, это 100 литров. А бензин тогда дорогой был довольно так, больше доллара литр. Ну, и стоим такие грустные, а эта девушка... А еще эта очередь такая маленькая образовалась, 34 человек. Я хорошо запомнил, это полицейский сзади меня стоит. И я так на него глянул, он так улыбнулся, я ему тоже в ответ улыбнулся. Ну, очень приятно, когда вот такие люди, живой просто был человек, знаете, молодой человек и живой такой. Ну, здорово так, ага. А я, как всегда, еще нарушал что-то, а у меня не было, и, конечно, страховки на этот новый автомобиль, я так это дерзко, ну, рассекал по просторам и нестраховывал. Ага, и потом эта девушка, у тебя есть, говорит, это индейский номер-то этот, 3T-карт? Я говорю, нету. Она говорит, сакс, блин, ну, то есть, хреново быть лохом, типа, ну, конечно, не так это, но... И чпок-чпок, что-то забило это в кассу, и говорит, не так и так, там, 150 баксов, я чуть в осадок не выпал. Ну, то есть, она свой номер забила, просто, знаете, типа, индейский, жалко, нету, да, и мне бензин был гораздо дешевле, в два раза дешевле почти. Ага, потому что налоги не пришлось платить. Ну, такие эпизоды вспоминаются. Потом однажды я на ржавом таком джипе туда ехал на север, охотиться на лося, помню, взял неделю или две отпуска и полностью просто ушел в никуда, знаете это. Ну, матрас, подушка, канистра с водой, пару канистр с бензином, хавчик, там, консерв, всяко накидал и попер, ну, сказка, сказка, я же пищал. И вот там последняя была точка, где я заправлялся, помню, индейец такой-то в развалочку ходил мудрый, я ему говорю, блин, брат, где лоси тут, он, о, лоси, ну, там, вот, до хрена, с этого озера выволок, и с этого. Потом так это на меня скептически посмотрел, а где твой квадрик, я говорю, нету квадрик, о, тогда тебе будет хреново, типа, потерял весь интерес во мне, как в охотнике. Мне так немножко обидно стало, я помню, там, на 43 бакса, что ли, заправился, я ему платинник дал, говорю, это, кипзиченчик, типа, оставь себе сдачу. Как он обрадовался, какой он лепший брат сразу стал, блин, а мне тоже на душе стало так хорошо, ну, ага. Вот такие у меня воспоминания с этим уголочком, и так и хочется, знаете, раз это, бомбануть это, и купить его, и, ну, я думаю, совсем дешево, потому что он уже пару лет закрыт, я проезжаю, смотрю, закрыт, заправка закрыта, и магазинчик закрыт, а. Это хорошее такое здание, ну, меня смущает то, что, знаете, они говорят, что это самое, это самое, это самое, если купишь, то надо за свой счет вывезти в течение 90 дней с момента покупки. А я уже не хочу напрягаться, пацаны, я уж старенький, ну, это просто смысл мне, знаете, я шучу, конечно, какой я старенький, я, блин, если надо, блин, не знаю, блин, пол Канады перевезу, блин, с одного конца в конец. Это просто я не люблю делать бессмысленные телодвижения, у меня, допустим, зданий пока хватает в данный момент, ну, как-то так, вот, ну, интересно, да, ну, в основном, конечно, это то, ну, как мне, я не знаю, пацаны, надо держать, короче, нос по ветру всегда, это немножко, а не рогом в землю, блин, ну, и это самое, но в то же время меня умилило, что это такие ностальгические воспоминания у меня с этим местом. Ну, заговорил я вас, правда? Ну, ладушки, вот, о пользе, как надо, это яблоки, что такое яблоки, это для тети воли, чтобы она просвещалась. Вот так мы читаем местные брехаловки, значит, это самое, и наблюдаем это самое за красивыми пейзажами, и читаем книжков. А это самое, ой, ну, 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 большевизм, блин, ГДР, мы даже не представляем, знаете, о, ГДР, ГДР, для нас же это фигура высшего пилотажа была. С приходом нашего брата там наступила смерть, пацаны, наступила смерть. Там была такая же коллективизация, то есть, все убили, и по сей день, просто убили навсегда. Да, и я не знаю, как умудряются выкарабкиваться другие страны, которые мы освободили. Ну, я говорю, вот эта страна, у которой было огромное преимущество, у которой под боком находился огромный брат, который просто тупо открыл границу, и давайте, езжайте. Молодежь смылась, молодежь вся смылась, а те люди, которые остались, они до того... Я даже это, вот я как-то чисто сам это эмоционально так вовлечен в эту трагедию, потому что мы жили в ФРГ, а мои родные посиделись в ГДР. Ага, и моя мама до сих пор, и дядя с тетей, у которых я вырос в семье, они там живут. Молодежь, конечно, разбежалась, вся ФРГ тоже, сестра моя ФРГ, длинный брат, а они там остались. И когда я туда приезжал, у меня всегда было такое мерзкое, унилое чувство. И потом еще ездили на озеро, на море, это Оззэ, это Балтика, да, ну там Бранден Мекленбург или Мекленбург Форк, можно там, хрен его знает. И я всегда приходил в ужас это, и в конце концов я просто перестал туда ездить. Ну, было здорово, с детьми мы там, тудим-сюдим, все это, но народ, народ, я не знаю, я их не мог понять. Ну, если говорить, что немцы там, буржуи такие там, то эти намного хуже. И это не их вина, конечно, это наша вина, это наша вина, пацаны. Переставайте строить свой долбанный социализм, блин, и это самое. Вешайтесь нахер. Просто вешайтесь, бляхомуха! Ну, и для тех, кто еще не понял, какое это потрясающее оружие, интернет, в смысле получения информации, и причем в КАП странах он служит, конечно, для получения правдивой и полной информации, ничего иного. Ничего не имеет общества со средствами массовой информации или чего-то там. И вот в трех словах просто объясняется, да, гарантийте инкомсаплемент. Ну, короче, это самые ежемесячные пособия, на которые не облагаются налогами, в придачу к пенсии по старости. Для людей, у кого низкий доход и которые живут в Канаде. Ну, как-то вот так. Сейчас начнешься спрашивать, а если ты резидент, а не резидент, а паспорта, сами идите и ищите, гугл вам в помощь, окей? Ну, кто это? Или джебельки, это значит, это кто достоин, кому можно там это наоплавиться. Кликнул мышкой и все. И читаешь, ты получишь вот это вот деньга, если ты получаешь пенсии по старости. И если ты, 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 короче, ты мало совсем деньгишки получаешь. Ну и все. Но все привязано к тому, что ты должен всегда декларацию делать на налоги, доход на налог. Если ты этого не делаешь, то хрен, что получишь. Даже то, что я раньше, это GST Rebate, допустим, эти 150 баксов там. Ты тоже их не получишь, если ты не сделаешь налоговую декларацию. Вот так уж, ребятушки. Давайте, делайте налоговую декларацию и не баловайтесь. Всего вам хорошего. Вот прикольная информация, а то это, о, мне бабушка одна рассказывала, да я один раз это самое, там во сне мне приснилось. А тут все расписано, знаете, я это слышал уже как-то, но мне не нравилось, что я это вот в устной форме слышал там это. И, ну, верить, не верить. А вот здесь все расписано, знаете. Если ты прожил меньше, чем 10 лет, допустим, после того, к тебе исполнилось 16 лет в Канаде, если ты меньше прожил и тадым-тадым, если в других странах работал, то все. Ну, может быть, ты получишь частично вот такие вот денежки. Но эта сумма будет увеличиваться с каждым годом, который ты прожил здесь в Канаде, короче. Ну, если ты больше 10 лет прожил, с каждым годом сумма будет больше. Поэтому, пацаны, чем раньше приедете, тем больше получите. Это почти, что чем раньше сядешь, тем раньше выйдешь, правильно? Вот так ушки. И, ну, верить, я не верю, что я не верю, что я не верю, что я не верю, что я не верю. Моя яркая, зеркальце, скажи и всю правду доложи. Я на свете всех милей, всех ватнее, всех дурнее. Такая поэзия утренняя. Природа молчит, внемлит. А мы идем, а снег скрипит. Меня очень часто спрашивают про этот знак. Я, наверное, сниму отдельный фильм про него. Сейчас прямо возьму, остановлю камеру и сниму. Итак, как вы знаете, мы находимся в Канаде. А в Канаде, как в Америке, людям промывают мозги. Очень много пропаганды. И пропаганда везде абсолютно. Уже не хочется включать телевизор, не хочется открывать газеты, не хочется слушать радио. И даже, ого, здравствуйте, мадам. И даже, когда гуляешь, допустим, то везде ставят предупреждающие знаки. Вот этот знак, он однозначно показывает, что? Ну, любому понятно. Видите, стрелка показывает, что там впереди, там красная дыра. Это всегда указатели такие, которые показывают на восток. Ну, потому что на востоке, сами знаете, там труба, там красные, там красная дыра, там задница. И поэтому, чтобы люди знали, чтобы сильно далеко на восток не ехали, чтобы разворачивались, и все ехали на запад. Ну, как-то так. Итак, знак, значит, красная дыра там впереди, на востоке. И это однозначно, что это восток. С вами был, значит, этот... Черный ворон, ты над нами там не это самое. Видишь, тоже на востоке летает. На западе нету. Так, вот это Ольга Владимировна. Видите, в очках, такая серьезная книжечка, и читайте. Покажите, тетя Оля. Так, видите, какую книжку читает? Она уже заканчивает ее. Она вчера почти закончила. И мы вчера, значит, я поставил на стол бутылку рояль для Себа, для нее бутылку боярышника. И мы обсудили эту книжку. И меня удивило, что вот у тети Оля такое собственное мнение, такое это жесткое, так говорит, это... Ну, Михаил Сергеевич, говорит, это... Ну, такую вот подлость это в стране, значит, сделал, развалил Союз. Говорит, ну, потом вот эти вот гады, говорит, эти... Ну, зачем, говорит, вот этот Билл это все разворовал? Там непонятно, что людям пенсии надо, деньги все. Ага, ну, с своими друзьями, говорит, с магнитскими все деньги вывозили из страны. Жалко, говорит, отечество. Ну, так, 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 это Люська отдыхает. Короче, пацаны, я заметил такой тренд. Что-то вы там, ну, это некоторые на тетю Олю запали. Вот это все, там тетя Оля красивая. Я вам покажу, блин, это нефиг, нафиг. Это самое... Опять начались какие-то нападки на меня, это самое нападение, что дядя Вова там эти самые... Иди, точи, нажили, дорогу, иди рыбачь. Пацаны, не надо, не надо грязи. Вот пошел, порыбачил, вот сегодня вот на ужин будет вот эта вот рыбка. Блин, из-за вас что ли руки пачкать теперь, я даже не знаю. Вынизит она ногу из этого пакета. Ну, ну, сига, да сиговая. Вот такая, вот такая, ишь, сига. Ну, вообще вкусный, зараза. Такой, чуть-чуть.